Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных, и не очень, событий последних дней. Apple из своих новых MacBook Pro уберут все привычные USB-разъемы и оставят только USB-C и Thunderbolt 3. Но если вы вдруг не захотите к новому MacBook покупать новое оборудование, то можно будет приобрести только переходничок с USB-C на USB 3.0 всего за 79 бачей. Вот как-то надоели им разъемы. Еще на новых компах не будет функциональных клавиш, вместо них будут сенсорные иконки над клавиатурой, будет сканер для отпечатков и, конечно, новые Mac'и будут еще тоньше. Презентация компов пройдет уже в этом месяце. На внешне на что-нибудь интересненькое скидываю не новостной котелок. Кстати, мои друзья, группа Amethyst выступает с группой Epidemia 21 октября в Таллине и 22 октября в Риге, а это уже завтра-послезавтра. Amethyst выступает впервые за 7 лет, а Эпидемия еще ни разу за 20 лет не была ни в Риге, ни в Таллине. Билеты в кассах Belisha Service и пилеты Levi с промокодом Amethyst будет скидка 20%. Вся инфа про концерты в описании. Приходите их поддержать, я пойду. Из двух коротеньких, посадочный модуль Скеапарелли, который является частью миссии ExoMars, в воскресенье отделился и вчера должен был приземлиться на Красную планету. Так вот, он перестал подавать сигнал еще до посадки. Пока неизвестно, что с ним случилось, но Европейское космическое агентство обещает это выяснить как можно скорее. О ней изданную повесть о Берине и Лютиэн Джона Толкиена публикует в следующем году. Это повесть о любви человека и бессмертной эльфийке, которую Толкиен написал после возвращения с фронта в 1917 году. Это произведение так много значило для автора, что именно Берин и Лютиэн выгравированы на надгробии Толкиена и его жены. Публикацией повести занимается сын автора, Кристофер Толкиен. Надо добавить, что те, кто знаком с миром Средиземья, скорее всего, знают эту историю в общих чертах. И когда Арагор напевал ее возле костра, и она еще, например, была в начале Сильмариллиона. Повесть о Берине и Лютиэн будет опубликована в первоначальном виде, такой, какой ее задумал, написал Толкиен, но с дополнениями и деталями, которые появлялись в других историях по миру Арды. А вот в пирамиде Хевса, в рамках проекта по сканированию пирамид, обнаружены две ранее неизвестные пустоты. Одна из них находится над входными воротами в северной части строения, вторая в северо-восточной части. Есть даже предположение, что они связаны между собой, но пока неизвестно, окажутся ли эти пустоты тайными комнатами. Многие ученые как раз в этом сомневаются и предполагают, что пустоты могут быть результатом дефектов каменной кладки. Сейчас результаты сканирования будут более детально изучать. Исследователи хотят определить природу аномалий, их размеры и предназначение с помощью компьютерного моделирования. Сразу вижу, как в тайниках бегает Рико Коннелл. Это так волнительно. Ну а так как всех радует история про что-то большое и прикольное, вот вам напоследок еще история. В Мьянме Рудакопа нашли рекордно большой монолит жидеита весом 174,6 тонны. Жидеит это такой полудрагоценный камень зеленого цвета, который является более редкой и ценной формой нефрита и найденная громадина оценивается в 170 миллионов долларов. Это как выиграть в лотерею, но он принадлежит стране, рассказал один из работников. Примерно половина прибыли страны это добыча жидеита. Около 70% его запасов берут именно в Мьянме. Эту громадину теперь скорее всего отправят в Китай на обработку. Это действительно выглядит как выигрыш в лотерею. На этом пожалуй все. С вами была Елена Рассохина. Подписывайтесь на мой канал и инстаграм. И ставьте лайк. Напоминаю, что это шоу выходит благодаря замечательным людям, которые поддерживают нас на поддержи.неновости.ру. Спасибо вам. Пока.